приветствую вас бродяги любители активного отдыха сегодня у меня небольшой выход в лес небольшой поход то есть идем разведать зимовье вот посмотреть все ли там целое потому что я там был где-то в начале весны еще или нет или зимой даже там был то есть может там что надо подделать крышу посмотреть не протекает ли ну в общем вот такие у меня планы на сегодня и потом друзья сейчас пойдем с вами вниз по тельбису а потом надо будет подняться еще до земляночки то есть вверх по реке вот у нас сегодня температура нулевая на улице не холодно снега нет и стоит видите друзья какой туман испарение стоит это значит что теплый воздух поднимается ребят вверх но вода вроде небольшая воду перейти можно я сегодня одел болотные сапоги рисковать не стал в общем в маленьких сапожках а то мало ли вдруг приду вода большая перейти не смогу и в общем все мои усилия все мои старания пройдут зря ну так что ладно друзья много говорить не будем остаемся у меня на канале смотрим данное видео так сейчас засучим сапоги они у меня кстати где-то протекают даже тут не знаю где ладно сейчас посмотрим сильно вроде не должно воды набрать да сапоги бегут но это нет критично хотя мне еще бродов наверно 4 идти тут вот не пойму кто-то на уазике разворачивался что ли ну вот второй брод ребят этот брод самый глубоководный мне бы его только удачно перейти вот такие вот места ребят шикарные тайга потихоньку начинает уходить в зимнюю спячку но сегодня хоть божески сегодня тепло и осадков нет ни дождя не не снега это еще радует вот этот брод ребят глубокий не знаю как в него перейти оба надо ближе сюда на косу выходить перешел . два брода и у меня ребят уже булькает сапоге вправо вода надо что-то делать надо будет дома заклеить я вроде клею но что-то видать латка на скорее всего заплатка отошла что ли снега тут больше чем там чем ближе к поселку ну вот уже осталось метров 150 где-то до зимовья тайга прям такая как в этом как сказки старая-старая лес старый уже становится не обновляется все старые стоят завалились и так одни буреломы на каждом жагу зимовьев избушечка ну здравствуй дорогая сейчас мы тебя посмотрим все ли тут в порядке ничего ли тут не разбомбили не сломали сейчас зайдем глянем снегу на крыше еще в принципе мало вот диван друзья вот думал даже водочка есть но кто-то тут был все равно трава проросла сейчас зайдем само зимовье у тут что-то потолок друзья валя сегодня взял с собой фонарь вот так вот тут ребят потолок сгнил в общем вот видно да ё-моё угол сырой так вот доска вывалилась да потому что не протапливать протапливать ее надо было вот тут прям серьезно доска сгнила даже уже скорее всего опасно наверно изморозь вон все замерзло утеплитель был дсп что ли доски все ребят гнилые вот и угол мокрый видим да ребят ну печечка вроде стоит нормально а вот избушка то уже крыша то уже подгнивает подгнивает сейчас залезем посмотрим там что там вообще тоже балку сломала снег не скидывали с нее на ремонт и тут ой-ой-ой будет крышу сперва надо перестивай а потом уже смотреть чё с потолком делать до избушечка получается здесь где-то капает потому что он лед намерз где-то вот тут вот крыша дырявая вот этот по этому углу полностью бежит вода плесень он образовалась она сейчас залезем посмотрим какие-то вещи вот здесь вот ребят его увидеть он где-то накапает надо будет перестивать и потом смотреть пока она не сгни завалилась полностью она может полностью рухнуть крыша раз уже доска одна выпала сгнила сейчас залезем на крышу посмотрим лесенку утащили или сожгли вот тут вот она в принципе баннером застелен а баннер тоже весь уже дырявый да отслужила по ходу свое да хотя ремонтировать все можно если руки есть вот бежит там до потолок то это серьезно ребята что рухну ладно сейчас попьем чайку и пойдем дальше ну а так снаружи да она еще бодрая она сухая только вот астина мокрая внутри а так снаружи она нормально избушечка вот этот вот один вот угол его мочит постоянно ну вот такие вот ребят дела тут вот под казан тренога есть кедр он сломал я помню упал на избушку кедр пришлось потом распиливать а то бы вообще завалилась бы крыша бы вообще рухнула ладно сейчас еще пьем чай и пойдем дальше по проведывали давно давно я тут не был я говорю где-то на последний раз наверно весной или зимой был тут еще той той зимой или этой весной не помню уже точно и потом после этого что-то я сюда так и не ходил раньше постоянно тут ходил и зимой и летом потом что-то как-то ноги у меня не доходили чтобы не заморачиваться на ходу можно было пить сразу чаёчек до работы тут ребят конечно много если этим заняться перестивать крышу эту и доски где-то брать надо дождь что ли пошел пар идет но я чувствую что у меня ноги стали замерзать правый то сапог что-то вообще булькает вода и левый что-то замерзает нога сейчас отправимся до нашей земляночки которую мы нашли с вами в том месяце посмотрим еще и и что там в ней что там происходит оставайтесь с богом мы пойдем дальше а то замерзну совсем береза стояла кто-то березу свалил на дрова видать пилили ну сейчас мне ребят надо до землянки это по реке вверх вот у меня друзья осталось два деления зарядки поэтому снимать буду все самое необходимое потому что повербанком пока я не обзавелся для меня это пока что большая роскошь вот такие вот места ребят покажу вам места наши ну а сейчас идем на разведку теперь землянку попал ребят тут небольшие заросли думал пройду нормально берегом а вот такие вот кусты сейчас самое главное перейти последний раз речку и уже до землянки двигать оба вот вода большая ребят смотрите он оттуда я иду в общем снизу сейчас надо как-то перейти тут тут я даже скорее всего не перейду наверно вода большая или там он перекат есть все ребят вроде удачно перешел я речь чем этом заряд камеры два деления ребят так что буду снимать все самое необходимое только интересно у нас уже все озеро шуге скоро лед станет пойдем на зимнюю рыбалочку еще маленько осталось морозы бы создали и сама то будет он такой бы чистый такой лед был бы а то как снегом запорошит потом копай ладно сейчас в подъем пойдем в гору посмотрим что там земляночка крутой блин зараза сейчас вылезем такое вот ребят таежное озеро красота не именно верная ребят друзья видно на надеюсь ракурс правильно выставил снег валится ой как бы залезть и сюда еще в эту гору подъемчик будь здоров надо сейчас костерчик развести у меня нога замерзает но осталось маленько калинка сохранилась не объели еще рябчики ну сейчас по кустам тут вроде недалеко осталось такая вот у нас природа ребята тайга непроходимая везде завалы бурелом кусты не паралазные да что такое вот мы пришли вот она земляночка сейчас подойдем посмотрим вот она родная оба он такая вот ребят землянка печка дверка так фонарь на надо достать без фонаря тут ничего не увидим вот она землянка корчашка ребят лежит можно порыбачить такая вот ну хотя шуга уже стала рыбачить бессмысленно тут вот лопата стоит копали видать но земляночка маленькая вот так вот она сделана в полный рост я тут не могу конечно встать вот такая вот ребят печка буржуйка окошечко столик мыши уже правда его грызут конечно щели тут наверно зимой холодно будет ну так от дождя спрятаться переночевать день-два можно в принципе на лавочка ребят тут земля не обшили до конца бревнами няв не обложили вся светится оба чё там такое зацепился зачета вот такая вот ребят небольшая землянка в принципе за ночевать не можно но она не протекает вот стены снег валится везде были ладно закроем землянкой все в порядке стоит то вот избушка жалко зимовье рухнула рушится уже не рухнула рушится ребят тут кстати смотрите первые следы за сегодня белка по землянке бегала скакала видать сегодня скакала недавно тут то ли я спугнул сейчас найдем сухостой разожгем костер маленько подсушим ноги согреем пожарим сосиски там несколько шпикачек собой взял чай в термосе и в общем сейчас надо подняться как-то вверх по сухостой сухостой найти нелетная погода сегодня сыра повышенная влажность вот как-то так ребят ну вот такое вот большое таежное озеро ребят смотрите она прям еще за гору туда уходит ребят пролетел с зарядкой с камерой были одно деление уже каждый сейчас вот быстро разведу костер чтоб ноги маленько подсохли это еще зажигалка не горит так ну вот ребят костер вроде как схватился честно подсушить он все ноги мокрые насквозь два сапога все мокрые сейчас быстро подсушимся вскипятим не вскипятим а пожарим сосисик обсохнем маленько вопа погода сырая кошмар какой-то рюкзак что-то тоже весь мокрый промок уход ним не насквозь внутри вроде как сухо так термос тут я думал сварю гороховую кашу да потом думаю не буду я ничего готовить взял с собой хлеба соль горох и 2 а такие шпикачки сейчас просто шпикачки с хлебом и с горячим чаем перекушу обсохну и дальше домой в путь как-то так у меня сегодня ребят сейчас вот на этом на прутики пожарим вот так вот да где у меня тут в пикачки вот сейчас и хлебушек заодно обжарим давно я не ел жареный хлебушек подальше от костра лучше вот так вот приготовим маленько перекусить веревками замотали вот так вот пойдет не сгорят пойди нормально мы для хлебушка сейчас сделаем рогатуленьку четыре руки замерзли что я весь замерз ребята вот так вот на 2 сразу оденем хлеб такой вот у меня будет перекус ребят быстренький еще снег с деревьев валится в таком в пихточке нахожусь ребят пока шоу рябчики вспах это пахают ну калина еще висит в принципе рябчики не всю объели сейчас маленько подрумяним его чтоб вкуснее было прям люблю такой зажаристый хлеб ребята такой аромат горячего хлеба так что сейчас будем все вместе ребят кушать тут на всех нам хватит хотя у меня подписчиков много на всех может не хватить но я не жадный друзья поделюсь так все пойдет хлеб теперь сосиски сейчас пикачечки обжарим ложка аж кожурочка свозит лопается горячая сейчас сама то ой чудо ногу сводит судорога болит давай носки хоть выжимай кошмар что нога замерзла правая блин замерзла нога левая вроде нормально еще еще пока терпит а вот паровая чё-то не терпит уже парит весь друзья мокрый насквозь да погодка сегодня вроде как и не холодно и что-то непонятно сыра повышенная влажность чё у нас тут в пикаточки ребят готова готова так что наливайте чайку ребят будем со мной обедать перекусывать все наверно пойдет снял в общем два сапога пока есть возможность посушиться блин тут угли еще падают сапоги бы не не сжечь а то домой будет ни в чем идти согревается уже нога надо будет заклеить сегодня сегодня высушу их а завтра кстати заклею это друзья шедевр вкусно обжарились блин ты что творишь то елка весь снег прям на меня чай земля сырая вроде разгреб до травы ой сапоги сохнут подсыхают вообще отлично иди туда в костюм не сгорели бы сапоги остывает что-то быстро сарделька холодная становится кое-как ребят костер разжег с пятого раза дрова сырые береста не горит ну чё давление давит погода влажная да что ты будешь делать он снег валится за собой сразу сожгем пока горит костер снег везде упадает блин хоть ноги отошли нога отошла одна вода стоит зараза сам быстро вот так вот подсушимся и пойдем дальше блин еще больше сейчас нападает блин сапог ой беда какая-то попал маленько сегодня ну ничего страшно прорвемся ребята мы сибирские люди еще не такое было но остатки хлебушка я оставлю зверюшкам птичкам чтобы не выкидывать хлеб выкидывать нельзя поэтому так его здесь вот оставим придут сидят сейчас еще по чайку и пойдем ближе к дому уже ну давайте ребят за вас чтобы все были здоровы чтобы все были живы и чтоб жили ребят богато всем здоровья ребят счастье и как говорится мирного неба над головой вроде просыхать начинает сапог вот так вот там блин еще что-то сверху капает все можно обуваться нагреем сейчас его и сразу ногу затолкаем в горячий сапог тут что-то опять что-то нога начала подмерзать вот отлично лево это вроде не так а вот правая чё-то замерзла прям напрочь думал судорога сведет перчатки тоже сейчас маленько над огнем их подсушим все будем потихоньку складываться выдвигаться надо сейчас костер затушим и пойдем дальше закроем рюкзак вот все ребят выдвигаемся ближе к дому ну все вроде загореться ничего не должно все ребята отправляемся тут у нас по сути зеленая зона а тут ребят видите валили валили лес а тут нельзя лес пилить потому что тут озеро когда лес пилят озеро пересыхает а люди этого не понимают поэтому косят все подряд где надо где не надо вот тут тропинка где-то должна быть рыбаками охотниками натоптана вот она на такие вот у нас ребят тропинки в лесу и завалы тоже бурелом и завала всего хватает что не не пройдешь оба так ладно сапоги засучивать не буду уже все равно уже ближе к дому ну все ребят на этом мой поход разведка подошла к концу благодарю ребят что были со мной до конца не забываем кстати подписываться на мой канал ставить лайки и писать добрые адекватные комментарии с вами был сибирский бродяга меня зовут евген до скорых встреч друзья увидимся в походе в походе в походе в походе Продолжение следует...